Во-первых, рассказывайте, что же вы все на сессиях бузите. Народ никак понять не может, почему депутаты не могут договориться. Вот сейчас, насколько я понимаю, таким камнем преткновения стали изменения в устав города. Почему вы никак не хотите принять то, чего предписывает федеральное законодательство, как объясняют ваши коллеги? Ну, начнем с того, что камнем преткновения и поправки именно в изменении избирательной системы на территории города предлагается ввести смешанную избирательную систему за место мажоритарной. Значит, на сентябрьской сессии нами были приняты изменения в регламент, когда, если поправки не принимаются в целом, всем пакетом, то они рассматриваются по отдельности. Мы специально пошли на данную норму, чтобы весь пакет поправок не блокировать, чтобы отдельные положения могли голосоваться раздельно. И, соответственно, на этой сессии это было осуществлено. И ряд, да, какой ряд? Большинство поправок, которые были в устав города определены комиссией, рабочей группой по уставу, они были приняты. Значит, не прошли поправки именно увеличения срока полномочий главы города и городской думы, изменения в избирательную систему города. Мы мотивировали это тем, и на рабочих группах, и на пленарных заседаниях, в том, что система пока не отработана для муниципальных образований. И Конституционный суд подтвердил, как бы, наше опасение в том, что система еще пока не готова к тому, чтобы применяться во всех муниципальных образованиях. Андрей Александрович, простите, я вам задам вопрос. А ведь местное самоуправление это вот такая система, которая не входит в политическую систему государства. Разве местное самоуправление не вправе определять само, как выбирать своих представителей в наш представительный орган? Так и должно быть. С точки зрения здравого смысла, давайте вот так. С точки зрения здравого смысла, так и должно быть. То есть, жители города, муниципальное образование, город Коряжма, должны иметь сами право определять, какой системой избирательным им придерживаться. И моя точка зрения, что это должно определиться или референдум местный, или другие демократические процедуры. То есть, это должно определяться жителями данного муниципального образования, город Коряжма. Но, к сожалению, принят очередной сырой закон, мотивируя которым пытаются провести выборную систему на территории муниципального образования, город Коряжма. Вместо конкретных людей, конкретных действий мы получим закрытые списки партий. Я не могу понять, что... От кого закрываться? Да, от кого закрываться, это одно. И дает система минус ее. Можно взять 2-3 человека, которые будут двигать весь список. А за ними будет 10-15 человек, никому неизвестных. Потом первые люди, которые продвигали список, просто не войдут. Ну, паровозы имеются в списке. Да, и что мы получим? Мы получим... Неизвестных людей, абсолютно. Да, то есть... Которые будут представлять интересы горожан. В чем-нибудь протащить можно кого угодно. Абсолютно. Потому что сегодня партии не настолько уж, допустим, разбираются, кто идет... Кто получает партийный билет. Самое главное, чтобы членства было побольше. Это каждой партии касается. Начиная с Единой России, заканчивая, скажем... Да, и вот в этом-то заключается для горожан еще один минус. То есть, отзыв депутата будет зависеть только от политического совета местного отделения. Не могут повлиять на него избиратели. И эта же статья у нас исключается из устава города. То есть, отзыв по требованию избирателей. А именно только полицовет может... Спросить-то будет неского персонально. То есть, партия... Повысится коррупционность. То есть, не исключена возможность... Да куда же все больше-то. Проплачивать определенные... Места. Покупка мест. Покупка мест. Может быть, криминализация. Избирательное законодательство дает при закрытой судимости. Да. Право баллокироваться. Точно сказать, находиться в списках партий. То есть... Сейчас мы на федеральных уровнях это видим. Что сейчас... Да, слава богу, демонстрировать по полной программе. То есть, это у вас... Не просто вы уперлись только от того, что это абсолютно осознанная оппозиция? Я вообще даже не понял, почему из такой мухи раздули большого политического слона. И вот из этого вопроса. А вот если вы эту поправку не примете, город дальше работать не сможет? Да нет, у нас ближайшие выборы более чем через год. Городской думы. Городской думы. Времени более чем. Более чем застаз. За это время федеральное законодательство может обрести определенные поправки. Еще давайте вспомним, когда у нас, значит, слагались полномочия с двух депутатов, Казакова и Исакова. У нас действовала статья в уставе о том, что только городская дума может принять ихнюю отставку. Но тем не менее прокуратура и выступила, что она у нас якобы не действующая. Их не допустили до сессии. И если у нас устав прошел государственную экспертизу в Минюсте, то какие будут вопросы, что у вас на данный момент вдруг это не действующее положение. Почему оно не действующее? Кто его определил? Раз на момент сложения их полномочия, оно действовало, значит, и нужно было руководствоваться. Но тем не менее все попирали нашу местную конституцию, как хотели. А сейчас с июля месяца это закреплено уже в 131 законе, что только представительный орган может принимать отставку своих представителей. То есть если бы Василий Федорович и Василий Алексеевич восстанавливались сегодня, то закон был бы на их стороне. А от того, что кто-то был не до конца принципиальный, ведь такой же порядок существует абсолютно в Думах, в представительных органах всех абсолютно уровней. Из этой непринципиальности, в общем-то, Дума потеряла Дума. Так вот из этого вытекло от чего? Прокуратура сразу же опротестовала вот это положение нашего устава, сразу же родилась поправка в этот устав. И мы говорили, что зачем бежать впереди паровоза, обождите вы сразу вносить изменение в устав, что вот не действующее все. И буквально через месяц оно уже закреплено в федеральном законе. Мы всегда почему-то пытаемся впереди паровоза бежать со всякими изменениями в устав. Зачем это нужно делать? Куда торопиться-то? Нет принципа разумной консервативности. Ну да, так никому не мешало это положение о том, что представительный орган принимает решение. По сложению полномочий депутатов. Ну в той ситуации это было кому-то невыгодно. Да, да, да. Все в угоду политически. Устав подогнали под ситуацию. Что принципиально было с вашей точки зрения не дать изменить? Ведь, насколько я понимаю, вы не только вот за эту поправку держались, что смешанная система голосования муниципалитеты, для муниципалитетов она просто неприемлема. В силу того, что люди будут принимать обезличенные списки, не знать своих депутатов лицо. И возможность у руководителей местных ячеек колоссальная для того, чтобы... Менять этих депутатов. Да, для того, чтобы проводить своих. И против этого вы как раз и протестовали, насколько я понимаю. А еще поправка, которая... Ну вот увеличение сроков, как мы говорили. Увеличение сроков, да. И затем, опять же, поправки, которые устарели, а именно касающиеся ревизионной комиссии городской думы. Сейчас уже она должна быть отдельным юридическим лицом и, соответственно, должна быть контрольно-счетной палатой. А мы из устава хотели вообще все полностью и контрольные функции и городской думы, и ревизионной комиссии городской думы убрать. И все возложить на положение в бюджетном процессе, которое у нас есть, и которое было принято, но оно не действует, так как изменение устав еще не принято. А о том положении у нас тоже мы считаем, что оно сырое и... Не дает реального контроля. Да, никакого реального контроля. Мы сейчас даже при этих, при действующих, не можем добиться первичных документов и обоснования от финансового управления. А не говоря уже о том, что если мы примем, мы вообще... А что такое вообще происходит, что тайной стало государственное расходование бюджетных средств? Значит, это кому-то выгодно. А вот, простите, можно вот такой вопрос. Машинку покупает финансовое управление депутата, это одобрили? Я думаю, нас поставят перед фактом, хотели поставить перед фактом в декабре месяце на корректировке бюджета. Машина, наверное, расходы по, значит, автомобилю будут проходить, как и по автомобилю главы по разделу осуществления государственных полномочий. Ну, вот такие государственные полномочия у нас. Ну, государству поскромнее бы надо быть, на мой взгляд. Ну, вот так вот. Вот, скажите, пожалуйста, хорошо, вот та ситуация, которая сегодня сложилась в Думе. То есть, я, например, называют революцией двоечников. То есть, понятно, что никакого этикета он полностью отсутствует, никакой возможности каких-то нормальных дискуссий, либо ошибаюсь, Андрей Александрович. Нет, вы правы, потому что, сформировав большинство из 14 человек, можно вообще не прислушиваться к мнению оставшейся части, называть их кучками, группами, как угодно. Не готовыми к диалогу. К диалогу мы готовы, готовы обсуждать, принимать участие в решении проблем города. В свое время я предлагал, вместе с депутатами, быть включенными в состав рабочих групп по медико-санитарной части. Мы готовы были участвовать в тех областях, которые нам близки. Ну, извините, вы-то были готовы, они были не готовы, чтобы вы там участвовали. Потому что, то есть, вещи предлагаем, то есть, идет фальсификация информации, когда я в свое время запрашивал о наличии проектно-сметной документации на газификацию при формировании прошлого бюджета, меня уверяло управление по городскому хозяйству, что вся документация имеется в наличии, и необходимые средства, которые будут запланированы в бюджет, будут освоены. И что мы видим? Наносует декабрь месяц, завершаются работы Котласгазсервисом, и по факту делается другое, чем заявлялось при формировании бюджета. Оказывается, вовремя не были запрошены технические условия на подключение, сделан неизвестно какой проект, в котором никто не мог сказать, а сколько газа надо, куда его подвести, где забрать, куда развести. То есть, полная неподготовленность и дезинформация общественности, и депутатов в том числе. И так идет по многим направлениям. То есть, мы планируем, неизвестно что, потом отказываемся. Так планировалось и по электрификации, по подстанции, потом ушли на дороги, там еще. В итоге дороги сделали с нарушением. Это уже по Зеленому-1. Да, по Зеленому-1. Полное отсутствие дороги. Проезжал я не раз. У меня такая профильная комиссия, мне интересен данный вопрос. Там такое впечатление, что руины. Люди не знают, как попадать на Зеленый-1, то есть, к домам подъехать, подвезти материалы. Да просто дойти там невозможно. То есть, вот контрольно-счетная функция, вы настаиваете, чтобы она осталась за депутатами? Мы не то, что даже настаиваем, мы сейчас ее даже не хотим конкретизировать, подождем федерального законодателя. Когда определится все закон, мы внесем потом изменения в устав уже, который будет обладать юридической определенностью. Так же и по избирательной системе. Прошу прощения, вот без этой поправки по контрольно-счетной палате город может нормально работать? Так не может, он и работал. Действующий орган, он функционирует и будет функционировать, пока депутаты сочтут необходимым. То есть, у нас работа... То есть, это не мешает ничему. Ничему не мешает. Ну, не знаю, может кому-то мешает. Наша работа еще. Особенно ваша рахматурь, она очень мешает. Хорошо, без этой проживем. Без того, что не удлинили срок пребывания у власти главы и городской думы, может работать город? Свободно. Ещё год и три месяца эта дума будет работать, глава чуть поменьше. Кто им мешает работать? Я имею опыт работы в городской думе уже второй срок, я вижу, что четыре года это оптимальный срок. Но может даже успевают устать депутаты. Вот пропадает запал, пропадает огонек. И как-то скатываемся на рутину. И увеличение срока, оно ни к чему хорошему. Это моё личное мнение. Оно ни к чему не приведет к хорошему, к активности депутатов. А зачем это вообще всё задумано, кстати? Нет, 131 закон даёт местному самоуправлению установить от двух до пяти лет. То есть, может и два года быть, три, четыре и пять. У нас в основном четыре, я думаю, оптимален вариант. Хорошо, а вот та поправка, об которую всё уперлось. И вот вас тут призывали и к совести, и к чести, и к необходимости выполнять законы. Поправка по смешанной этой, не по смешанной вернее, а по выборам. Да, давайте вернёмся к решению Конституционного суда. Он определил, что Государственная дума сначала должна внести юридическую определённость в эти самые поправки, которые она внесла, по смешанной и пропорциональным системам. А потом мы уже примем, собственно говоря, изменения устава. Я говорю, у нас выборы представительного органа через год и три месяца. Зачем, куда торопиться-то? Что случилось? Сейчас мы никого не выбираем. Это одно. Второе. Существуют демократические процедуры. 131 закон действует. И хочется напомнить ряду депутатов в том, что в нём написано, и в законе о статусе депутата, говорится, что депутат не несёт ответственности ни административной, ни уголовной, ни моральной, ну это уже от себя, за то, что высказал своё мнение, свою позицию. Это не может подвергаться никаким преследованием. За исключением, в законе написано, за исключением, если были нанесены оскорбления, унижения, призывы к антинародным, ещё к чему-то. То есть ни к чему, к такому мы не призывали. Есть демократические процедуры. Есть процедуры, которые и у прокуратуры, и у суда, то есть как, если устав не соответствует чему-то. То есть это всё прописано, и это надо воспринимать, что как нормально, зачем из этого дела истерику-то такую устраивать. Да, они превратили из заседания представительного органа ток-шоу. То есть начинается перепалка, перекидывание грязью, и зачем это всё нужно? Мы так и не поняли. Вопрос, который надо обсуждать, ну и моё мнение, что может быть законодатель к этому придёт, что на уровне муниципальных образований, мажоритарную, допустить, я допускаю, что она возможная, пропорциональная система, но это должно определяться минимум на местном референдуме. То есть по этому поводу должны высказать. То есть людей сначала спросить. Да, людей спросить надо, то есть мнение людей. Всё же депутаты, мы видим по нашей думе, они директора МУПов, там разные люди, то есть разные у них взаимоотношения с местной властью. Есть возможность, как бы, не прислужиться к словам народа, а спросить. Почему-то мы всегда выступаем от имени народа и забываем про народ. Спросить народ забываем. Да, спросить народ забываем, а что, то есть, как он видит данный вопрос. Думаю, что вот такой вопрос надо принимать, то есть с референдума. То есть, я просто ещё раз хочу подчеркнуть, что ничего страшного не произошло. Город функционирует, устав абсолютно работоспособен, никаких проблем. Экстраординарного порядка не существует. Не понесёт. А можно вас спросить вот такой вещи. Народ реально волнуется. Андрей Александрович, вы как руководитель фракции, буквально вчера, вы оказались не во фракции. Вас так быстро исключили, как, не знаю, там, нашкодивших каких-то людей. Вот как вы к этому-то отнеслись? Мы написали, значит, заявление о том, чтобы нам выдали протоколы и заседание фракции, где нас исключили. Будем обжелать это в региональном полицовете? Заседания, на котором было бы принято решение о консолидированном голосовании, не было. Каждый депутат был волен высказать свою точку зрения, что мы и сделали. То есть, согласно совести, согласно своим принципам, проголосовали. Ну и за это были наказаны. Это одно. И удивляясь, с какой скоростью это было произведено, и удивляясь, что Владимир Леонидович Белых объявил, что фракция собраться для исключения членов фракции. То есть, не заслужить позицию, не разобраться в ситуации, а уже было объявлено публично. Чем оно закончится? Чем это должно закончиться, скажем так? Ну, по сути, они уже нарисовали модель работы будущей Думы по партийным спискам, где вообще мнение как таковое будет, в принципе, никого не интересовать. Будет сложно его иметь. Да, еще ввести голосование за отсутствующих депутатов, и можно присутствовать там трем-четырем руководителям фракций и голосовать. Два-четыре руководителя МУПа решат все проблемы города без проблем. Да. Ну что, спасибо вам большое. Я думаю, что от имени всех горожан просто пожелаю вам держаться, стоять за свое мнение, за свою позицию. Тем более, что если эта позиция, как бы, она прежде всего в интересах города. Обязательно. Она только в интересах города. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...